МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 17 марта 1611 года польско-литовский гарнизон, приняв спор на рынке за начало восстания, устроил в Москве дизню. В итоге только в Китае-городе погибло около 7 тысяч простых горожан. 7 марта 1763 года митрополит Ростовский Арсений выступил с осуждением политики Екатерины II в отношении церкви. Он был едва ли не единственным, кто был открыто против секуляризации церковного имущества. 17 марта 1906 года в Российской империи было разрешено создание профсоюзов. В этот день 17 марта родились Михаил Врубель, выдающийся русский художник, Борис Полевой, советский паразаик, автор повести о настоящем человеке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боря Полевой родился в семье московского юриста. В школе он еще не помышлял о карьере писателя, просто много читал и писал небольшие сатирические филитоны в школьную стенгазету под псевдонимом Овод. Его дебют состоялся, когда в Тверской правде напечатали первую заметку в семь строк без подписи о встрече с поэтом-крестьянином Дрожжиным. После этого он часто помещал свои зарисовки городской жизни в газете. Тогда же появился псевдоним Полевой. Это был простой перевод его настоящей фамилии Кампов с латыни. Все студенческие годы он совмещал учебу с работы во множестве изданий. И писал очерки филитона статьи, был разъездным корреспондентом, книжным и театральным обозревателем, всюду успевая и работу не покладая рук. По словам Горького, Полевой именно тогда и отточил свое перо. Первая известность как романиста пришла к нему после публикации мемуаров вшивого человека. Чтобы написать эту книгу, он внедрился в среду тверских преступников, уникальный авторский и человеческий опыт. Писатель был, как две капли воды, похож скриминальным авторитетом, взломщиком сейфов Маховским. И не побоялся выдать себя за него. В ходе реального расследования Полевым ряда преступлений выяснилось, что криминальные авторитеты поддерживают связи со многими официальными должностными лицами города. Результатом были разоблачительные статьи в «Тверской правде» и книга, которую Полевой отправил Горькому. И Горький взял молодого писателя под свое крыло. Профессия фронтового корреспондента была как раз по натуре этого отчаянного человека. Великую Отечественную заметки Полевого печатали в «Правде». И они лягут в основу многих его произведений, опубликованных после войны. В частности, книги «От Белгорода до Карпат», «Повесть о настоящем человеке», «Золото». Война дала ему еще один уникальный опыт. Борис Полевой присутствовал на Нюрнбергском процессе, как представитель газеты «Правда». На основе заметок с суда он напишет книгу в конце концов. Полевой часто говорил, что его писательский девиз «Пишу без вымысла». И действительно, самая известная из его книг – «Повесть о настоящем человеке», посвященная подвигу летчика Марисио. Она была написана всего за 19 дней. Настолько Полевой был потрясен силой духа этого человека. Тираж повести приблизился к 2,5 миллионам экземпляров. А автор был отмечен в «Сталинской премии». Но нашлись и недовольные. Полевому предъявляли претензии, что враги будут уверены, что в нашей армии не хватает солдат и офицеров, раз возвращаются в строй инвалиды. К счастью, таких критиков было меньшинство. Без сомнения, Полевой был своего рода лицом эпохи, ее летописцем. Многие мировые знаменитости состоялись с ним в переписке и даже приезжали в гости. У него в доме побывал Фидель Кастро, президент Вьетнама Хо Ши Мин и даже акула капитализма, миллиардер Дэвид Рокфеллер с дочерью. А дом у Полевого был теплый и гостеприимный. Его любимая жена Юлия была удивительной хозяйкой и замечательной матерью. Два сына и дочь Полевых вспоминали об особой атмосфере любви и заботы в их семье. Их никогда не наказывали, но они больше всего боялись услышать фразу «Ты расстроил отца». В течение почти 20 лет Борис Полевой был главным редактором журнала «Юность» и главным секретарем Союза писателей. Он помогал молодым авторам и по свидетельству очевидцев, добросовестно прочитывал все, что поступало в редакцию, надеясь отыскать новое дарование. Умер Борис Николаевич Полевой в 1981 году. Упокоили его на Новодевичьем кладбище в Москве.